Здравствуйте, с вами снова Александр. Сегодня я расскажу вам о обновленной модели колясочки от компании Moon. Модель называется Cool. Это обновление 2018 года. Обновление действительно пошло на пользу, хотя и 2017 год тоже великолепная колясочка, но в ней допилили все то, что хотели бы улучшить потребители. Компания слушает потребителей потенциальных и делает то, что хотят они. Поэтому сегодня я о ней вам расскажу. Отдельный обзор на канале есть, найдете, посмотрите. Сегодня все равно повторю вкратце все, что она из себя представляет, и покажу отличия. Что касается дизайна, она действительно очень симпатичная, на мой взгляд, коляска. Вообще у них весь модельный ряд такой стильненький, аккуратненький. Четкий немецкий дизайн. И фишка этой коляски в ее цене. Она действительно стоит недорого для такой коляски. Потому что конкурентов у нее я, честно, вот так же выглядящих и так же по ощущениям качественных особо и не припомню. Может быть что-то можно сравнивать, конечно, но она как-то выделяется. Поэтому стоит на нее действительно обратить внимание. Давайте с люльки начнем. И сразу же скажу про материал. Материал чуть-чуть изменился, не сильно, чуть-чуть. Он стал более приятный тактильно, более гладкий, мягкий, что ли. В общем, стал приятнее, качественнее материал. Хотя, повторюсь, предыдущий тоже был неплохой, но он был более грубоват. Здесь же материал действительно стал лучше. И это плюс. Так, основное изменение в козырьке здесь произошло. Здесь появилась четвертая секция. Предыдущей этого не было. О, пардон, здесь же кнопочку надо нажать. Вот так вот. Вот, вы видите, что козырек удлинился, стал лучше защищать. И это, что касается зимы, будет вообще актуально. Что касается лета, здесь вот поднимается у нас часть материала. И под ней мы видим москитную сеточку. Она очень плотная, москитная сеточка. Это даст нам возможность создания такого своего рода микроклимата для ребенка. Вот, проветривание летом. Особенно, если поедете куда-то в жаркие страны отдыхать, будет очень полезно. Так, еще изменился немножечко вот этот бортик. Он стал выше. И на нем появился логотип металлическая такая вставочка. Ну, такое небольшое дизайнерское решение. Люлька, она действительно большая, глубокая. Вот. И места ребенку здесь будет действительно достаточно в любой момент. Вот, смотрите, что касается люлечки внутри. Вот, смотрите, она большая. Хороший матрасик, очень качественная обивочка. Все действительно круто сделано. И вот этот вот, вот эта накидочка сверху, она вся, вся пристегивается сюда замочком. Благодаря чему туда в застегнутом состоянии ни с какой стороны не поддует. Поэтому все здорово. Также для того, чтобы вы могли ее ставить на землю, не боясь ее повредить, здесь вот пять ножичек. Так, что касается люльки, в принципе, все. Давайте теперь посмотрим на прогулочный блок. Он тоже немножечко изменился. Он как был реверсивный, так и остался. То есть вы можете ставить его и по ходу движения, и против хода движения. Сразу так и не попадешь. Так, что касается изменений. Изменений здесь меньше, чем в люльке. Здесь раньше была вся секция сделана из москитной сетки. Москитная сетка была чуть-чуть тоже другая. Теперь добавили больше ткани и уменьшили саму москитную сеточку, чтобы лучше закрыть ребенка. Вот. И такое ощущение, что москитка, ну, конечно же, она продувая, но по ощущению, как будто бы двухслойная. Но я могу ошибаться. Мои ощущения. Так, что касается регулировки здесь наклона положений. Здесь у нас гамак. Люди делятся на две половины. Любители и нелюбители гамаков. Я занял такую нейтральную позицию, потому что считаю, что и так ребенку вполне себе комфортно и полностью горизонтально комфортно. Поэтому здесь как бы дело такое. Что касается в начинке, имеется в виду внутренностей. Здесь вы видите пятиточечные ремни с накладками на плечевой зоне. На паховой зоне, к сожалению, нет накладки. Не такой минус, но очень широкий ремень. И, соответственно, бампер, который можно откинуть как калиточку, чтобы посадить ребенка. Еще что мне нравится, есть такая вот перегородочка. Так, так, сейчас мы ее прикрепим. Вот такая своего рода перегородочка, чтобы, если ребенок не любит ремней, чтобы он у вас не проскользнул отсюда, не выскочил. Так, и, естественно, регулируется по высоте у нас подножечков в широком диапазоне. Так, что касается прогулочного блока, здесь, в принципе, все без изменений. Но он хороший, удобный блок. Давайте теперь немножко о раме расскажу. Рама здесь, ручка имеется в виду с возможностью регулировки. Регулировка телескопической системы. Вы, когда ее поднимаете вверх, дальше становитесь от коляски. И не будете пинать никаким образом раму. Я считаю, вот такую систему более грамотной, нежели когда она наклоняется, просто ручка. Таким образом, вы не становитесь дальше от рамы. Но это так. Так, что касается колес, материал колес здесь, он и в 17-м году не был надувным. Все полиуретановое. Немножечко изменился дизайн дисков. Есть амортизация на всех четырех колесах. С возможностью блокировки колес. Нажимаем кнопочку. Все. Ничего сложного абсолютно. Чтобы снять блокировку, потянули вверх. И едем дальше. Что касается у нас багажника. Багажник здесь мог бы быть на самом деле и побольше. Мне вот моя придирочка. Он небольшой. Плюс внутри есть металлическая перегородка. Я вам сейчас фотографию покажу. Которая уменьшает реально полезное его пространство. Поэтому, как бы такой вот минус багажничку. Вроде бы как он есть, но он не очень удобен. Вот. Моя придирка. Так. Давайте теперь о качестве и ощущении, какие дает эта коляска тактильно. Когда вот мы ей пользуемся, что-то с ней делаем. В ней нету всяких скрипов, люфтов, зазоров особо. Ничего такого не замечено. Она создает такое ощущение монолитной колясочки. Единственное, вот если дергать за ручку, тут, конечно же, есть небольшой люфт. Ну, это техническая особенность. Здесь ничего плохого нет. И ломаться она от этого не будет. Кто-то жалуется, что на такой системе колясок, где перекидной блок реверсивный, вот этот люфт есть. Ну, это естественно, потому что здесь всего две точки крепления. И невозможно от него избавиться. Но, опять же, там очень большая площадь контакта внутри, в крепеже. И все надежно держится. Поэтому бояться этого вообще не стоит нигде. Так. Давайте теперь посмотрим, как складывается рама. Я всегда рекомендую убрать, снять прогулку, чтобы вся конструкция была компактнее при сложении. Чтобы сложить, нужно вот сверху две кнопочки нажимаем и опускаем вниз. Тем самым она у нас остается на колесах вся внизу и не пачкается. И после чего спокойно кладем сюда прогулку. И таким образом она у нас меньше места занимает. Если мы сейчас оставили бы здесь, получается, что она торчала бы сюда чуть-чуть больше. А так вот просто она глубже. Но, в принципе, сложить и с ней тоже можно. Что еще я вам не рассказал? Давайте ее разложим. Здесь фиксатор сбоку. Открываем. Ставим. И все. Можно ехать. В принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Сама коляска не тяжелая. Она весит 11 килограмм, насколько помню, с прогулочкой и 11,5 с люлькой. Может быть, наоборот. Могу перепутать. Но технические характеристики точные я добавлю в описание. Там все в сантиметрах, миллиметрах. Все указано, чтобы вы спокойно ознакомились. И уже точную информацию там увидите. Мое мнение. Вначале уже сказал. Фишка коляски цена. Цена. Соотношение качества. Идеальная, на мой взгляд. Потому что хорошая немецкая стильная. Действительно стильная. Я считаю. Это мое личное мнение. Я никому не навязываю. Но она действительно, мне кажется, стильной колясочкой. Со своими минусами. Но все минусы перекрывают хорошая цена и качество изготовления. Поэтому, как вариант, я действительно рекомендую обратить на нее внимание. Если ищете что-то очень такое интересное. Но не очень дорого. Поэтому рекомендую обратить внимание очень-очень. И если это видео вам было вообще полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Это мне очень помогает делать для вас обзоры. И большое спасибо первой коляске за то, что предоставила на обзор Moon Cool колясочку 2018 года. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочки для своего ребенка. И всего добра.